Таинственные туннели в прибрежных скалах Которской бухты. Сколько их и кто построил? Современные технологии и проверенные веками. Сталкиваемся на улицах и с теми и с другими. Будущий отель в крепости, где пытали людей. Сплаваем к острову под названием Мамула. Одно из самых любимых блюд на Балканах. Секреты от местной хозяйки. Стоит ли посещать Голубую пещеру? Наше мнение, как довольно опытных путешественников. Приветствую, дорогие зрители. Наслаждаемся осенью в Черногории. Погода прекрасная, градусов 20, яркое солнце. Вот глаза не могу даже на солнце открыть, смотреть. Но еще утром лил дождь стеной. И был даже град. В общем, делимся впечатлениями этой осени, самыми яркими. Что нам запомнилось, что было интересно. Надеюсь, вы тоже для себя найдете что-то полезное. Если да, ставьте лайки, нам это очень поможет. Спасибо заранее. Смотрим. На морской границе Черногории и Хорватии находятся интереснейшие сайты. Так называемая Голубая пещера, форт Мамула, туннели для подводных лодок. Увидеть все это можно только с моря. Нужно взять лодку и вперед. Пересекаем весь Которский залив. Ветер-то не слабый здесь, конечно. Надо ветровочки с собой брать на прогулки. Хотя и теплый. А у меня микрофон спрятан, меня не слышно. Впечатлительный нас грот, о котором так много говорят. Первое открытие поджидает еще до выхода в открытое море из Которского залива. У полуострова Луштица. Мы пришли в пекарню. Это лучший способ перекусить, когда до обеда, например, далеко, накормить детей. Это бурек называется. Прекрасный пирог с мясом, может быть, с сыром, с зеленью. На всем пространстве, где когда-то была Османская империя, это блюдо закрепилось. И не зря. Мы его полюбили. А кулику кошта? Поехали за бурек. Ну что, с мясом будем брать, да? Давай, с мясом. Едем с Амесом. Спасибо большое за доведение. Пришел за буреком. Красотуля. Пирожок из слоеного теста, он отличается только от наших пирогов тем, что мясо в нем распределено равномерно между слоями теста. Здесь вот мы купили за евро 20. Местные употребляют его с йогуртом, похожим на наш кефир. Очень вкусно и просто. Но мы спросим у черногорских хозяек, как они готовят его дома. Многие, поселившиеся в Черногории, ласково называют ее деревней. Черногория хороша горами, морем. Технологии не то, зачем сюда ехать. И поэтому вдвойне приятно встретить здесь... Это скамейка с солнечной батареей, которая служит для подзарядки гаджетов. Гаджетов. А здесь видите с солнечной батареей. Вот. Смотрите, солнце. Тихо, очень молодое. Да. Такие скамейки можно встретить на набережных в разных городах Черногории. Когда случаются мощнейшие штормы осенью, с опасных участков некоторые скамейки убирают. Но возле старого города Будвы одна такая осталась прямо у кромки воды. Можно сесть и наслаждаться видами на гавань. А телефон в это время заряжается. Не оставляйте без присмотра ваше устройство. О, зарядка есть. Эта скамейка мониторит воздух. Кошечка, будем заряжаться? Мяу. Кошечка заряженная уже. Она знает, что там рыба. То есть таких гротов для подводных лодок здесь был не один. По некоторым сведениям, строительство этого бункера для субмарин инициировало еще в начале 20 века Австро-Венгерская империя, военно-морские силы которой с 1909 по 1916 насчитывали более 60 подводных лодок. Ух ты, это мы заехали в бункер для подводных лодок. Такое эхо здесь. А это бетоном, да, стены, Денис, отделаны, да? То есть не просто в скале вырублено, а еще и бетоном закреплен грот. Таких бункеров на территории современной Черногории три. Глубина в них до 30 метров, а длина от 80 до 150 метров. Видите, дети, сюда подводные лодки заплывали. Зачем заплывали? Ну, от врага прятаться, починиться. До ожидания выполнения задания. Некоторые дайверы прибывают сюда специально для погружения с фонарями. На дне можно увидеть осьминогу. Во времена Югославии всего на ее побережье было оборудовано 15 туннелей для подводных лодок. Осень. Время собирать гранаты. Наблюдали за кустами с начала цветения. Съесть все невозможно, надо делать сок и сохранить. На удивление, в магазинах Черногории прессов для гранат, подобных тем, что активно используют в Турции, Израиле и Египте, по адекватной цене не оказалось. Ломало голову, как же местные жители перерабатывают этот фрукт. Однажды в выходные спускаемся с детьми к морю по малоизвестной тропе, где растет дикий гранат, которого в изобилии в Черногории. И прямо перед нами картина. А как на Черногорском? Так вот же гранат? Что ты еще не дашь мне до плеча, даю педам о технике? Технику? И по технике. Изум. Ой, изум, ой, патент. А мы... Патент? Патент, да-да-да. Это углубление специально под фрукт. Литр сока Черногорец предложил нам за 5 евро. В интернете примерно 10 евро за свежий гранатовый сок. Две тричины или три четвертины сока и заджи, а одну четвертину бацану. Вот они, технологии, проверенные веками. На этих кадрах место, которое мы собираемся сейчас увидеть наяву. Хотите с нами? Посмотреть это художественное кино целиком, даже ради вас, дорогие зрители, я так и не смогла. Не люблю фильмы ужасов. Автор, сербский режиссер Милан Тодорович, выпустил его в 2014 году. Называется «Мамула». То, что лодка вышла из залива в открытое море, понятно стало даже мне, человеку, выросшему в тысячах километрах от моря. Такой драйв. У меня нет и садика, это баланс. Окей. Экстремли. Вот и остров Мамула. Когда-то он назывался островом Ласточек. Но с середины 19 века переименован после постройки здесь форта генералом Лазарем Мамулой, наместником астро-венгерской Далмации. Нужна была крепость для защиты Которской бухты от нападений с моря. Под лед у нас сюда был, я бы сказала, даже не подъезд, а под лед, поэтому камеру держать было невозможно. Волны очень сильные, лодка маленькая и трясло сильно. В обороне помогали и два ближайших форта Арза, на полуострове Луштице, и на противоположной стороне входа в бухту, на мысе Превлока, у современной границы с Хорватией. В Первую мировую австрийцы превратили форт Мамулу в тюрьму, и на этом печальные события не закончились. В годы Второй мировой войны здесь был концлагерь, итальянские фашисты организовали. До этого была крепость для защиты местных территорий, построенная австро-венграми. Сейчас здесь делают отель, который должны закончить по проекту в 2020 году. Диаметр крепости составляет 200 метров, а высота 16. На острове сохранились здания пекарни, штабной башни, винтовые лестницы. Во всей этой истории смущают перспективы с гостиницей. Историей не побоялся египетско-швейцарский инвестор, крупнейший в Черногории. Отель здесь планируется пятизвездный. Между тем, еще живы узники концентрационных лагерей, которые пережили весь ужас в стенах Мамулы. Ежегодно проводятся памятные мероприятия. А вам хотелось бы остановиться, насладиться морем в стенах, где когда-то пытали черногорских патриотов? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ерунда, сто. Буроки. Как же делают их местные хозяюшки? Мы увидели это своими глазами, благодаря Суаду и Мире, которые пригласили нас в гости. Купи, кошки. Удивило то, что скалкой раскатывается только колобок, а дальше работа руками. Хозяйка растянула тесто пальцами в метровый лист. Сыр, сметана, яйцо, йогурт. Тоже любит стряпать. 20 минут в духовке и Бурок готов. Без йогурта никак не обойтись. Ну что, голубая пещера. Кто еще не был, давайте вместе с нами. Из-за волны капитан говорил, что возможно сложно будет попасть или даже не попадем, но посмотрим, рискнет или нет. Субтитры делал DimaTorzok Цвет воды, конечно, изумительный. Сложно поверить, что это и какой подсветки. Я в восхищении просто, у меня восторг. Действительно, вы разные гроты видели, но это очень впечатляюще, очень эффектно, вот эта голубая пещера. Когда ты сюда заплываешь, и цвет воды, подсвечиваемый солнцем, из другого входа в грот, изумительный. На этом на сегодня все. Спасибо, что были с нами. В следующих выпусках хотели бы также с вами съездить в Боснию. В Албании уже были. Смотрите, если кто еще не видел. Также следует и про север Черногории нам поговорить уже. Подписывайтесь. Всего вам доброго.